Что мы будем есть? Если вы хотите что-нибудь приготовить, надо сначала сходить в магазин и что-то купить. Но в какой магазин? И что купить? Нужно купить картофель, овощи, помидоры и огурцы, зелень, курицу, что-то мясное, майонез, макароны, белый хлеб и можно слоёное тесто. А, запиши ещё, пожалуйста, молоко. В Москве много разнообразных магазинов. Вот это, например, Савёловский рынок. Здесь, как вы видите, можно купить всё. Если готовить не очень хочется, можно купить уже готовые блюда. Сразу видно, выбор очень большой. Но сегодня мы пойдём в другой магазин. Его очень любят студенты, потому что он находится на территории Московского университета. Впрочем, чтобы узнать о магазине чуть-чуть побольше, давайте поговорим с одной из продавщиц. Меня зовут Лысенко Алла Савельевна. Я приехала из Украины поступить в университет имени Ломоносова на психологический факультет. Работаю в МГУ, университетская лавка, очень замечательный магазин. Я работаю сейчас на двух отделах, потому что лета и народу очень мало. Бакалея и хлебный отдел. Мне очень нравится здесь. Очень такие интересные люди заходят. И столько много покупателей интересных. Я со всеми разговариваю, они все такие интересные. Особенно иностранцы из Америки, из Франции, из США. Они разговаривают со мной лёгко. Мы друг друга не понимаем, но жестами мы общаемся очень быстренько. Находим общий язык. А распорядок работы? Я работаю с 10 до 10. Значит, с 10 утра до 10 вечера. А с 3 до 4 у меня 1 час перерыв. Я могу пойти покушать в столовую или просто отдыхнуть на улице свежим воздухом. Сейчас я вам хочу показать свою университетскую лавку. Вот пойдёмте сюда. Вот это у меня вафли. Называется Артек. А сейчас я вам хочу показать тот самый чай индийский. Это в основном берут студенты, его постоянно берут. Он стоит 11,50. Он самый такой идёт как бы дешёвый и неплохой. Вот. Табайховый, тот самый чай индийский. Вот слон. И индийский мальчик. На нём едет. Вот. Дальше у нас идёт беседа чай. Тоже неплохой, кстати, чай. Он идёт в ассортименте. Его можно и в 200 граммах купить, и в 100 граммах, и в 50 граммах купить. Ещё у нас есть в университетской лавке зефир. Он у нас есть шоколадный, ванильный. Есть крем-брюле. Это очень вкусная вещь. А здесь они 162 рубля 50 копеек. Это ванильный у меня. Шоколадных нет, всё разобрали. Крем-брюле тоже нет, тоже всё разобрали. У нас есть хлеб. Дарницкий. Это украинский хлеб. Его называют дарницкий или ржаной, или ещё как-нибудь. И вообще приходят и говорят, у вас есть украинский хлеб? Я говорю, да, дарницкий. Вот. У нас ещё есть, слушай, челночок. У нас ещё есть сухари. Это хлеб засушивается. Они у нас бывают с сахаром, можно их присыпать сахаром. Бывают с маком, бывают с изюмом, бывают с орехами. В университетской лавке есть большой кондитерский отдел, где можно купить очень вкусные торты. Например, на день рождения. А здесь я режу хлеб. Молодые американцы. Вот так вот приходят покупатели, и мы им режем хлеб. Надо порезать. Надо и поможем поесть. Если есть в этом возможность. И покушаем, и порежем. А сейчас вернёмся к Кудряшовым. Мам, открой дверь. А интересно, Саша купила всё, что просила мама? Давайте посмотрим. Есть огурцы, помидоры, сыр, картофель, тесто слоёное, мясо, макароны, молоко и майонез. А хлеб, зелень, курицу. Мама обойдётся без этого. Ну вот, обед готов. Вот как готовят дома. И салат будет из капусты и из огурцов. Вообще у нас суточный рацион. Сейчас так как у нас комплекция большая, я села на диету. У нас вот суточный рацион. 200 грамм молока, 100 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 100 грамм творога, 1 яйцо, 10 грамм сливочного масла, 10 грамм растительного масла, капуста 200 грамм, помидоры, огурцы 200 грамм, свёкла, морковь, другие овощи 200 грамм, фрукты 200 грамм и бобовы 60-80 грамм. Хотим похудеть, и это является достаточным для того, чтобы получить полный комплекс витаминов, минеральных веществ в сутки для человека. Конечно, можно пойти поесть в кафе. Может быть, это приятнее, но дороже.